Итак, допустим, вас заставляют играть в Fantasy Ground, но вы никогда этого не делали, и вы не знаете, с чего начать. Давайте в таком случае посмотрим на прямом примере. Когда вы запускаете Fantasy Ground, вы получаете окно лаунчера. Чтобы присоединиться к игре, вам всего лишь нужно нажать кнопочку Join Game. В левом поле вы набираете свое имя. В правом это адрес хоста, который вам предоставит ваш DM. В моем случае это будет просто Localhost, потому что я присоединюсь сам к себе. И нажать кнопочку Start. Обычно это занимает некоторое время, даже когда я присоединяюсь к своей собственной игре, которая сейчас у меня открыта в другом окне. То есть оно все равно потратит некоторое время на загрузку. И, соответственно, у вас оно еще будет подгружать все материалы, которые DM открыл у себя для загрузки. Поэтому это занимает некоторое время. Но когда вы прогрузитесь, то вам откроется вот такая страничка. Это самое обычное приветствие последней версии фотосигрантов, которые вы читать не обязательно. И окошко с персонажами, доступными для заграпывания. То есть, чтобы забрать его одного из персонажей, вы просто кликаете или берете его, либо можно просто нажать на зеленую кнопочку здесь, добавить персонажа. И вы сделаете своего собственного. И назовете его. Обычно кириллицу они, к сожалению, не поддерживают. Но есть самое специальное расширение, которое это легко чинит. Оно у меня загружено, и я уверен, вы тоже его сможете себе найти. Но самое, когда вы получили один чар, свой чарник, то перед вами встает вопрос, что же с ним делать. Само потому, что панель управления здесь, самое, вроде ничего не показывает. Все пусто. Само изображение пусты, истории нет, небеси нет, ничего нет. Есть только вы и ваш персонаж. Для этого нужно пойти в библиотеку в правом нижнем углу. Нажимаем на кнопочку. И, соответственно, здесь наверху есть кнопки, которые меняют раскладку панели управления для ГМа, для игры, которая по умолчанию загружается, либо для создания персонажа, где сразу включаются ваши бэкграунды, классы, фиты, расы и все прочее. Либо можно включить сразу все. И тогда он будет показывать вам все, что нужно. Чтобы в этих таблицах и классах что-то появилось, нужно загрузить модули, которые либо у вас уже есть, потому что вы их купили в стиме, либо они есть у ДМа, и он вам их расшарил, как происходит в большинстве случаев. И, соответственно, когда открывается активация модулей, вы просто тыкаете на загрузить, 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 загрузить. И, соответственно, внезапно у вас стало до черта классов. Некоторые из них, аж 4 дублируются, потому что они дублируются в Dungeon Master, в разных книжках, которые все есть. Но, кажется, они все консолидируются, когда вы их скидываете в чарник. И, соответственно, можно кликнуть на иконку портрет, чтобы выбрать себе какую-нибудь, ну, мы скажем, возьмем, не, это слишком красный, возьмем гнома. Так, ну, это само собой разумеющееся. Перед тем, как вставлять расу, стоит сразу забить атрибуты без учета расовых добавок, потому что в Fantasy Ground автоматически добавляют расовые бонусы. Кстати, к статам. Для этого, скажем, используем базовый расклад, который нам предлагает пятерка. Например, у него будет харизма 15. Для того, чтобы изменить стату, нужно просто кликнуть, чтобы появилась черная-роткая тень вокруг рамочки. Можно просто на нампаде вводить число. Скажем, мудрость у него 8. Интеллект у него 14. Констата у него 12. Индекса у него 13. И сила у него 10. Вот, на этом моменте мы можем кликнуть на расы. И выбрать гнома. Просто взять его и перетащить его вот сюда. И Fantasy Ground автоматически нам предложит выбрать, какой именно из гномов. Даже с пояснениями, что эти гномы из себя представляют. Просто кликнуть на эту ссылку, и он все объяснит. Я думаю, мы выберем лесного гнома, потому что самых глубоких гномов слишком много. И самые каменные гномы, они унывые. В чате сразу показывается, что нам добавилось. То есть, мы стали чутка умнее. Нам не добавили харизмы. Какой ужас. Я забыл совсем их. Это неважно. Он добавляет нам сразу, устанавливает автоматическую скорость. Говоришь, что у нас есть DarkVision. И добавляет к стендексу Intellect. Так, ну, у нас есть интеллект, у нас есть харизма. Самое время выбрать класс. Классы, они тоже открываются в ссылке. И... Ну, скорее всего, это будет действительно визард или зионист. Почему бы и нет, раз у нас есть хороший весь интеллект. Может быть, потом он продаст душу дьявола и станет варлоком. И мультиклассируется в кастер от харизмы. И для того, чтобы стать визардом, надо просто взять класс визарда и перетащить его в классы уровень. У нас будет делать Arcano и Investigation в качестве классовых скиллов. Чтобы посмотреть подробности, надо кликнуть на увеличительное стекло, как и в обычном случае. И он, собственно, покажет вам ваш хит дайс, ваш конкретный уровень, общий уровень и сколько экспы. К сожалению, он не устанавливает конкретный уровень экспы для следующего уровня, поэтому его приходится вводить вручную. На следующем уровне у нас должно быть 300 экспы, чтобы облапнулся. И того остается только background. Для background тоже есть большая кнопка. Скажем, кем бы нам им стать. Да, пусть будет ветераном наемоческой компании, мы все смотрим цепи Херона. Так что он был, видимо, таким военным визардом в свое время. И отошел на покой. И, соответственно, все это нам в background автоматически ставит proficiency в скиллах, которые мы выбрали для класса. Все обилки так же вписываются, автоматически копируются вот сюда, во вкладку Abilities. Так, и остается только закинуть нам инвентарь. Чтобы закинуть инвентарь, мы включаем айтемы. Их тут до черта. Так, просто посмотрим, что нам дает визард. Проще всего кликнуть на ссылку, чтобы узнать его стартовый обшмот. Так, ну, у нас компонент. Мешочек с компонентами. Чтобы не лисать, проще сразу забивать в поиск. Я думаю, я возьму Arcane Focus вместо мешочка с компонентами. Его предательски нет здесь. Но это не беда. Чтобы его сделать, мы просто кликаем на кнопку редактировать. И в игрибе добавляем тут. Готово. Поскольку Arcane Focus, это, по сути, такая более, самая нарративная штучка. Ее можно оставить как есть. Либо проконсультироваться с бумажной пыхой и посмотреть, сколько он весит обычно. Вот Arcane Focus у нас. Весь, скажем, жезл. Или палочка. Пусть будет волшебная палочка. Она весит один фунт. Добавляем ему ножик. Ножик. Раз. И один из наборов. Обычно лучше использовать Explorer Factor. То, что мы ему только сделаем. Набираем. Находим. То есть он нам сразу говорит, что в этом Explorer Factor лежит. То есть рюкзак, матрас, еда, спички, факелы, еда. Если мы его перетащим, то он хлобыть. Все это развернет и сам запишет с весом и со всем делом. И, разумеется, книга за заклинаем. И, соответственно, по бэкграунду ветерана нам тоже полагаются всякие equipment, которые мы можем записать тоже вручную. И, соответственно, главным образом надо записать денежку, которую она нам дает. Это стоит указать, потому что партийный лист, вот этот, он автоматически считает, сколько денег у вас будет в партии. И, если забить отличную аббревиатуру, то есть, например, написать золотое вместо GP, то он посчитает это как отдельную валюту и не приплюсует общее число золотых. Вот, значит, у вас будет 10 золотых у него. Вот так вот. Вот, и в результате у нас, по сути, все основное есть, осталось только сделать ему самое важное, его колдунские заклинания. Золотые заклинания у нас лежат в спелых и... Так, к визарду нам положено три кантрипа. Так что мы просто выберем нулевой уровень для кантрипов. Ресурс. Визард. Так, ну положим ему, сделаем firebolt. Это один кантрип. Минорную иллюзию. А, нет, я уже могу сделать минорную иллюзию, я же гном. Так что к черту минорную иллюзию. Намную руку. И, ну, допустим, Простите, диджитация. Никогда не покидайте дом без простите, диджитации. Вот, и мы начинаем игру с шестью заклинаниями первого уровня. Насколько я помню. Угу. Так что переключимся на заклинания первого уровня. И начнем просто их перетаскивать. Допустим, Charm Pearson. Хроматик корпус – это хорошее заклинание, но ему нужен самый алмаз с применением 50 золотых, а у нас на него нет денег. Color Spore – это хорошее заклинание. Detect Magic – это хорошее заклинание. Дисгайсов тоже неплохо. Где у нас Magic Missile есть? Magic Armour и Magic Missile. Вот, соответственно, все это можно переключать видом обзоров для подготовки заклинаний, для боя. То есть, если, например, мы вот эти вот свернем сейчас все. Или то есть, мы можем приготовить, как минимум, сколько там наш интеллект плюс уровень визарда, да, то есть наш интеллект плюс 3, то есть мы можем приготовить 4 заклинания. Скажем, это у нас Color Spray, Magic Missile, Mage Armour и Charm Pearson. Detect Magic мы подготовить можем, но поскольку это заклинание ритуаля, то мы просто можем его кастовать из спеллбука, не тратить спеллслота за 10 минут. Вот, если мы кликаем теперь на бой, то вот у нас появились все заклинания, которые мы приготовили на сегодня. И на этом, пожалуй, даже все. Самый, наш условный визард сгенерен и готов потихонечку лезть и воевать на стороне добра. То есть, чтобы воевать, нужно просто два раза тыкнуть и он атакует, два раза тыкнуть сюда и он просит урон. Но это у нас не обязательно все так просто. Сейчас мы поставим нашему новому гному визарду какое-нибудь испытание. Скажем, у нас тут уже была расшарена карта с храмом UNT и мы сюда залезем, перетащим сюда наш токен. Я сказал, перетащим сюда наш токен. Значит, мы попросим DM перетащить туда наш токен. Так. 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 Продолжение следует... Примерно так и закинем ему какого-нибудь противника. Это занимает просто некоторое время. Противника Дем может просто отсортировать тоже ПЦРу, скажем, 1-4. И это какой-нибудь, ну я даже не знаю, Двор Фальбинос. Сейчас мы отпустим токены, чтобы мне не приходилось подтверждать каждый раз его движение. Но в любом случае мы можем теперь просто взять и атаковать Гнома Альбиноса. Например, у нас есть Firebolt. Чтобы сам его сделать, мы просто берем каст, перетаскиваем его на токен. Хорошо, мы берем атаку и перетаскиваем ее на токен Дворфа. Секунду. Хорошо, мы берем атаку и перетаскиваем ее на токен Дворфа. Хорошо, мы берем атаку и перетаскиваем ее на токен Дворфа. И мы попадаем и перетаскиваем теперь на него. Это немножко странно. По-моему, я немножко не того человека бью в этом смысле. Но в итоге все образуется. И вот так оно примерно и идет. И, кажется, на своем ходу Гном Альбинос тоже сможет Ему отомстить. Та-дам. Печально. И на этом, пожалуй, все. Печально. Продолжение следует...